Про таких, как она, говорят. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Можно с уверенностью сказать, что из-за руля автобуса сесть сможет не каждая женщина. А Зоя Гулецкая смогла. И доказала, что представительницы прекрасного пола могут многое и еще больше. Например, сочетать такую сложную работу с воспитанием детей, которых у Зои трое. Я очень люблю дорогу. Я даже не представляю какую-то другую профессию. Мне нужна дорога, нужны пассажиры, руль. Это моя жизнь, ее на призвание или хобби, как хотите, называйте. Мне еще было 19 лет, когда мне это все захотелось. Купила мотоцикл себе. Я у нас в магазине спорта и туризма стояла на очереди. И все, как попробовала, с тех пор и пошло, почувствовала, что это для меня. Наверное, это в крови каждой мамы. Ну, как-то получается. Встаю, если первая спина, вот рывки есть, такие графики у нас. Встаю на полтора, на два часа раньше, до того, как выходить на развозной. Я приготовила завтрак, приготовила обед, побежала на работу. Как бы получается, не знаю. Ну, слава богу, детки у меня умнички, помогают, уважают, слушают, не противоречат мне. Как-то так потихонечку идет. Ни одна водительская категория за спиной нашей героини. Осталось получить только разрешение на вождение трамвая и прицепное Е. За миниатюрной фигурой скрывается твердый характер, огромная сила воли и вера в себя. Это по достоинству оценивает и водительский мужской коллектив. Человека знаем на протяжении полугода. Как водитель наравне со всеми работает. Отлично профессиональное качество. Очень хорошо относится к работе, ответственно. Работает, как все работают. В мужском коллективе она вжилась прекрасно. Для Беларуси женщина за рулем автобуса явление редкое. Оно всегда вызывает разные чувства. У кого-то удивление и недоверие, а кто-то наоборот с уважением смотрит на этих решительных представителей с прекрасного пола. В любом случае, такие дамы не остаются без внимания общественности. Разницы нет, что мужчина, что женщина. Главное, чтобы любили свою работу, ездили, катались, возили людей нормально. В автобусах также водители своих личных машин есть. Отлично водят. Есть просто. С самого человека зависит, как он относится к этому. Доброжелательно. Просто только думать о себе. В свое время наша героиня работала в троллейбусном парке. Но об уходе женщина не жалеет, хоть и оставила там больше 20 лет своей жизни. За время нашего общения она много раз повторяла, что любит свою работу и на другом месте себя не видит. У Зоя Гулецкой еще много планов на жизнь. Во всем ее поддерживает семья. И что-то подсказывает, что об этой удивительной женщине мы еще услышим. Продолжение следует...